Друзья, слава Украине! Всем привет, с вами EndyVax и сегодня мы поговорим про очередную суперкомпанию, плагины которой у меня в каждом проекте. Конечно же, речь про ShaperBox 3, но сегодня они выкатили новый продукт под названием Snapback, который на распродаже сейчас стоит 29 долларов, поэтому если вам зайдет, обязательно поддержите этого разработчика. Этот разработчик поддерживает Украину, стоит зайти на их официальный сайт и все станет понятно. Итак, Snapback это плагин, который выполняет вроде бы элементарную функцию, он детектирует пики сигнала, которые заходят в этот плагин, и после детектирования мы можем одновременно к сигналу на входе подмешать так называемый Transient, а также уникальная фича под названием Snapback, и благодаря этой фиче плагин имеет не нулевую задержку, далеко не нулевую. Мы можем к детектируемому сэмплу подмешать пресэмпл, это может быть какой-то подъездик, например, к бочке или подъезд к Снейру. Давайте говорить про Snapback, замечательный плагин от замечательной компании CableGuys, но перед этим по старой доброй традиции в описании ссылка на донат вооруженным силам Украины. Друзья, нам нужна ваша поддержка, маленьких донатов не бывает, огромное спасибо и погнали разбираться. Итак, давайте для начала поговорим про главное меню, которое находится сверху. Слева сверху у нас кнопка включения-выключения плагина, так называемый Bypass, и внизу очень удобно. Это уже традиция для плагинов компании CableGuys, бегущая строка, в которой мы можем увидеть такой краткий Help, который, на мой взгляд, очень удобен, потому что можно, конечно, читать мануал, но легче посмотреть в нижнюю часть графического интерфейса плагина. С правой стороны у нас логотипы Брайана Трансу или BT, и, конечно же, компании CableGuys. Несколько крутых компаний задонатили свои сэмплы АТАК для блока Трансиент. Здесь вот, как видите, АТАКи для разных инструментов, про это чуть-чуть попозже. Итак, слева сверху у нас Гамбургер. Это меню работы, во-первых, с пресетами, init, загружают, init, preset, preset инициализации. Можно сохранить пресет. К сожалению, пока в плагине нет опции Save As, то есть сохранить под новым именем, или Override, чтобы переписать загруженный пресет, но я разработчикам написал об этом. Я очень надеюсь, что эта функция будет внедрена. Также теперь, как и в ShaperBox 3, по-моему, .2 апдейте, можем сохранять и загружать пресеты, к сожалению, пока только по одному. И вот в данном случае, например, я нарулил 360 пресетов, это не шутка. Если зайти в браузер, можно увидеть общее количество, вот даже 365. И было бы классно увидеть здесь импорт и экспорт банков пресетов. Тем не менее, обязательно, когда вы установили плагин, нужно выбрать функцию SyncProsets. При этом происходит контакт с сервером, и он подтягивает какие-то новые пресеты, если они появились. Вот у меня была версия Alpha 1.0, и там пресетов не было вообще. И после синхронизации с облаком подтянулось там, по-моему, 160 пресетов. Далее мы можем использовать свои собственные звуки в модуле Transient и Snapback. Там есть некоторое ограничение на длину сэмплов. Если эту функцию мы выбираем, у нас сразу не показывается пустая папка, куда мы можем складировать свои пресеты, а такой краткий мануал, что только один уровень папок поддерживается. Длина сэмплов 2 секунды для Snapback, 4 секунды для Transient. Если превышает сэмпл эту длину, то автоматически обрезаются сэмплы до вот этой длины. Сэмплы будут нормализованы по громкости, по пикам. И размер сэмплов 100 Мб максимум. Сэмпл рейт 192 кГц. Open Folder нажимаем и кидаем туда свои сэмплы. И можем потом их использовать, как я понимаю, как в ShaperBox. При нажатии тут появляется еще одна такая папочка. Тут у нас сверху KickAttack, KickBuddy, Snare, Текстуры, Folder. И следующая папка, скорее всего, у нас появится с нашими юзер пресетами. Я пока этим еще не занимался. Плагин новый, не было еще времени. Далее Scaling. Это масштабирование интерфейса. В данный момент 150%. Полностью меня устраивает. Установки OpenGL, чтобы прорисовка производилась за счет ресурсов видеокарты, а не процессора. Режим High Contrast. При этом нужно интерфейс закрыть и снова открыть. По умолчанию High Contrast отключен. И как-то он блекловато, как он не выглядит. Поэтому режим High Contrast. Это мой выбор, друзья. Далее у нас мануалы, апдейты, системная информация и так далее. С правой стороны, если мы кликнем на название пресета, откроется меню. Как и в ShaperBox, у нас здесь две крупных вкладки. All это все пресеты. My Presets это пресеты, которые вы сохраняли. И также дублируется синхронизация. Как и в меню с гамбургером, синхронизация пресетов. Пресеты все разбиты на категории. Категория бочек, снейры, клэпы и другие инструменты. Например, синтезаторы, какие-то странные звуки, перкуссия. То есть выбираем категорию. Справа отображаются сэмплы. Количество сэмплов сразу видно. Можно браузер закрывать. Если какой-то пресет вам нравится, вот как в моем случае, я могу его сердечком пометить. И либо задавать в поле поиска какой-то критерий. Например, давайте зададим снейр. И теперь видим все имена пресетов с названием снейр. Выбираем категорию all. И видим заводские пресеты, в названии которых присутствует слово снейр. Крестик очищает в поле поиска. И если нам какой-то пресет нравится, можем вот сердечко, как я уже говорил, поставить и отфильтровать. Только favorites, только любимые пресеты. Когда наводим на название пресета, справа у нас три точки появляются. Если на них кликнем, мы можем переименовать пресет, либо удалить. Тут, в общем, все понятно. Ну что ж, давайте теперь обратите внимание на нижнюю часть. Во-первых, внизу у нас есть лимитер. Лимитер это эффект, который ограничивает амплитуду нашего сигнала. Причем лимитер работает на весь сигнал. И на входящий сигнал, и на то, что мы подмешиваем к сигналу с помощью модуля transient и модуля snapback. Давайте послушаем, как это работает. Вот такой при радикальных настройках появляется эффект искажения. Далее такая вкладка выпадающая. Триггер, который перекочевал из плагина ShaperBox. Абсолютно те же самые настройки. Абсолютно феноменально он работает. И обратите внимание, что триггер и лимитер настройки этих двух элементов плагина, они с просетом никогда не сохраняются. Для тех, кто не в курсе, давайте посмотрим, как работает триггер. С левой стороны Threshold, порог срабатывания, триггер. Аудио или MIDI может реагировать на входящее аудио. В том числе с помощью функции SayChain на внешнее аудио. Можно послушать, что попадает в наш триггер. Далее выбор алгоритма, барабаны, общий General и комплекс, то есть сложный. Я скажу так, что помимо того, что триггер здесь работает просто феноменально круто, как и в ShaperBox, иногда я, например, использую тот же самый ShaperBox на барабанных лупах. Там, где огромное количество сигналов разных, высокочастотных, среднечастотных, низкочастотных. И помимо фильтрации, алгоритм, его выбор, позволяет вычленить нужный звук для детектора. Детализация — это количество деталей, которые будет в себя вбирать детектор. И на сложном, опять же, сигнале, или тихом сигнале, или сигнале с неярко выраженными атаками, мы можем детализацию повысить, и тем самым детектор будет точнее срабатывать. Ну, детектор здесь просто потрясающий. MediaOut — это функция, которая позволяет после детектирования входящего сигнала вывести MIDI-ноту определенную из плагина, и, например, если она вам нужна для детектирования с помощью других плагинов, использовать MIDI-выход таким образом. Те, кто использует ShaperBox на постоянной основе, как, например, я, тут никаких нововведений и нет. Весь механизм перекочевал сюда, немножко по-другому выглядит триггер, как выпадающее меню. Ну, а принцип работы как был, так и остался. Давайте прикроем триггер. И с правой стороны у нас несколько опций, которые радикальным образом влияют как на отображение, так и на то, чтобы подмешиваемые сэмплы подружить с нашим сигналом. Давайте посмотрим, как это работает. Вот стандартное отображение. Давайте подмешаем к этой бочке какой-нибудь клик. Вот, как вы видите, атаки для кика. Кик-бадди — это низкочастотная составляющая. Далее там для снейра и так далее. Давайте попытаемся что-нибудь подмешать. Вот EDM-тип, например. Прекрасно, но довольно громко. Во-первых, давайте уменьшим громкость. Здесь максимум 6 децибел. Иногда мне казалось, что этого мало, но когда я нарулил 365 пресетов, оказалось, что 6 децибел вполне достаточно. Если мы выбираем опцию Output, обратите внимание, как меняется отображение. То есть при включенной функции Output мы видим и Transient, то есть подмешанный сэмпл, и оригинальный звук. Мы его видим как единое целое. Я, если честно, Output не использую. Мне больше нравится видеть, что же я подмешиваю. И чтобы видеть то, что я подмешиваю, давайте включим функцию Detail, то есть детальный вид. И тут мы четко видим оригинальный сэмпл и то, что подмешивается. Давайте поиграем с уровнем зума. Мне очень нравится режим 10 миллисекунд. Это максимальное приближение. И тут мы видим, что мы можем, например, подвинуть наш тренсинг чуть-чуть раньше. Для этого у нас есть параметр Shift, который работает в плюс и в минус 4 миллисекунды. И в принципе этого более чем достаточно. Вот теперь они, например, начинаются одинаково. Если наш тренсинг высокочастотный, как в данном случае, он бочке может не мешать. Если он у нас низкочастотный, давайте попробуем что-то из kickbody что-то выбрать. Да, тут видно, что фазы у нас этих двух инструментов расходятся. То есть инструмента, который у нас как тренсинг загружен, и инструмента kick, бочка, которая у нас на входе. Поэтому можно сразу перевернуть. Вот рядом с Shift у нас переворот фазы. Или, например, перевернуть обратно и немножко сдвинуть сэмпл, чтобы отрицательный полупериод у сэмплов сошелся. И таким образом у нас не было вычитания фазы, и звук бочки не страдал. Вот я четко слышу, когда я переворачиваю фазу, то есть у нас этот звук атаки, тренсинг, не в фазе, характер звучания кика меняется. Но иногда стоит воспользоваться слухом и не верить своим глазам. Такой вариант тоже бывает. Давайте поговорим далее. Далее у нас, собственно, блок Transient. Можно прослушать с помощью нажатия на значок иконки. Отдельно Transient. И в этом режиме очень удобно выбирать ширину звучания. 100% это звучание сэмпла. Можно стерео превратить в моно или стерео расширить. Также можно панорамировать влево и вправо. Двойной клик возвращает дефолтное состояние, любую настройку. Далее у нас очень удобный обрезной фильтр высоких и низких частот. С правой стороны громкость. И функция Dynamics очень-очень важная, потому что если у нас на входе громкость инструмента разная, то когда у нас значение Dynamics 100%, плагин пытается все время менять громкость подмешиваемого сэмпла относительно громкости сигнала на входе. Если мы динамику приберем, то у нас громкость будет абсолютно идентичная всегда. И это в некоторых случаях просто радикально неудобно. Поэтому динамика, и здесь она работает очень круто в сочетании с детектором, естественно. Поэтому рекомендую с Dynamics поиграться. Чуть позже мы на басовом инструменте попробуем снэпбэк, и вы услышите, как это офигенно здесь работает. Далее атака, дикей и питч. Атака обрезает атаку фейдом, дикей обрезает хвост сэмпла, и питч изменяет питч в пределах октавы. Минус 12, плюс 12. Давайте послушаем. Теперь давайте функцию прослушивания с помощью иконки наушников отключим и послушаем в контексте. Послушаем в контексте, можно что-то обрезать и фейдами какой-то лишний хвостик, например, срезать и сделать пошире сигнал. Ну, например, так. Экспериментируем. Можно взять какой-нибудь клик бочечный. Вот, кстати говоря, со срезанным низом, казалось бы, низа нет и чему тут меняться. Но, тем не менее, если вы любите, как и я, крутить звуки бочек в разных инструментах, типа Sonic Academy, Kick 2, Kick 3 новым или Vengeance Metro, то вы наверняка заметили, что многие сэмплы атак не высокочастотный, а это высокая и средняя частота, потому что среднечастотная компонента, она очень сильно меняет характер бочки. Вот обратите внимание, как характер бочки меняется сейчас, когда мы просто переворачиваем фазу сэмпла. Как будто вообще тональность меняется у Kick'а. Вот такой замечательный, друзья, инструмент под названием Transient. Давайте теперь этот Transient модуль попробуем в деле, но уже не на перкуссии, а на басовом инструменте. Все бы ничего, но проблема с многими аналоговыми басами заключается в том, что у них постоянно меняется атака, потому что аналоговый инструмент, он настолько живой, органичный, звучание не надоедает. С другой стороны, особенно в быстрых стилях, типа там психодели, голода, даже здесь хотелось бы, чтобы атака у баса была четкая. И она четко отрабатывала с звуком бочки. Давайте послушаем эти два инструмента изолированно вместе. Вот вроде бы все классно звучит, но сейчас с помощью снэпбэка мы сделаем звучание еще более панчевым и крутым. Следите за движением. Загружаем снэпбэк, отключаем модуль снэпбэк и с помощью Transient модуля давайте загрузим атаку, какую-нибудь рандомную возьмем, Dr. Rhythm. Надеюсь, что вы уже прочувствовали всю силу этого инструмента. Давайте с помощью Decay затухания обрежем очень сильно длину, продолжительность. И подберем нужный звук с помощью вот этих стрелок. Поперелистываем сэмплы. Вот теперь у нас есть четко выраженная атака. Давайте теперь сравним звучание до и после, но вместе с басом. Как вы видите, я сделал сэмпл очень коротеньким с помощью Decay затухания и питч опустил аж на октаву вниз. На мой вкус это звучит довольно органично. Теперь давайте на бочку опять же снэпбэк применим. Снова-таки снэпбэк отключаем и какой-нибудь сейчас Transient атаку маленькую подмешаем нашей бочке, потому что она сама по себе такая вяленькая. Отлично. Как видите, и на басу, и на кике предсказуемо все это работает классно. Теперь давайте поговорим про модуль снэпбэк, благодаря которому и плагин получил такое название. Итак, давайте послушаем, как этот Clap Loop звучит в оригинале. Все довольно предсказуемо, неоригинально. И давайте в какие-то моменты, чтобы у нас перед звуком клэпа появлялось предзвучание, наш так называемый снэпбэк. Например, давайте сделаем дубликат канала, скопируем на него сэмпл и вырежем каждый второй, четвертый, шестой, восьмой клэпик. Вставим в insert снэпбэк. По сути дела, органы управления абсолютно такие же, за исключением того, что снэпбэк, как я уже говорил, добавляет сэмпл перед звучанием нашего детектируемого звука. Вот так. Давайте посмотрим. Отлично. Триггер триггерит то, что нам нужно. Давайте попытаемся вставить какой-нибудь сэмпл интересный. Вот тут короткие сэмплы, текстуры, реверс и специальные звуки. Тут не могу вам какие-то рекомендации дать, нужно просто пробовать. Вот, кстати, для клэпа штука. Как вы видите, он клэп подмешивает перед нашим звуком. Нам же нужно, чтобы такое предзвучание получить, атаку очень сильно сгладить. Вот таким образом. Вот, получили то, что нужно. Можно триггер чуть-чуть порог срабатывания сделать повыше, чтобы не захватывал ничего лишнего. Окей, давайте теперь послушаем, как это звучит в контексте. И можно, на самом деле, снэпбэк солировать вот таким образом, чтобы мы слышали только подмешиваемый сэмпл. Так, уже звучит неплохо. Мне кажется, нужно чуть-чуть сделать звучание более таким ранним, чтобы оно развивалось интереснее. Опять же, в режиме детайл можно поближе посмотреть, как это выглядит. Можно их разделить немножко по времени, при желании. Опять же, можно, наоборот, чуть-чуть их сделать более слитно звучащими. Ну, опять же, если у вас в звучании что-то не устраивает. Меня лично пока все устраивает. Давайте послушаем в контексте до и после. Вот такие маленькие элементы. Они, на самом деле, и делают обычное звучание хитовым. Какие-то мелкие моменты тут, какие-то там. Давайте теперь продемонстрирую вам, как снэпбэк может добавить тело какой-то перкуссии. Ну, например, в данном случае клэп нашему хлопку. Звучание очень куцое, такое обрезанное эквалайзером. Давайте добавим снэпбэк. Отключим пока модуль снэпбэк. А в модуле трэнсиан давайте поищем какие-то бади, то есть тело инструмента. Так как это все-таки не кик, мы можем низкие частоты срезать. И давайте поперебираем сэмплы. Субтитры сделал DimaTorzok Вот интересный тест-бум сэмпл, он прямо такой пинок добавляет. А если его питч опустить, прям такой пистолетный выстрел. Думаю, что идею вы поняли. Давайте еще на другой перкуссии попробуем снэп-бэк. Итак, у нас есть барабанный луп, такой в стиле диска, живые барабаны. И часто, кстати, это очень актуально для медленных треков, для каких-то drum-and-bass треков, там где мы к снейру хотим домешать длинный хвост. Нет ничего проще. Давайте попробуем настроить детектор так, чтобы у нас только каждый четный удар попадал в плагин. Как видите, здесь это очень просто делается. А теперь подмешаем к снейру какой-нибудь длинный хвост. Вот, например, категория noise, я думаю, это то, что надо. Отлично. По длине мне уже нравится. Теперь нужно отфильтровать и по громкости настроить, возможно, по питчу и дикей может быть чуть-чуть подрегулировать. Давайте еще поиграем с шириной нашего шума. Я бы максимально сузил панораму сэмпла, который подмешиваем, потому что оригинальный звук, он прям, ну, практически в моно звучит, там, снейр. Если мы очень широкое звучание белого шума подмешиваем, это звучит неестественно. Давайте теперь послушаем до и после. Гениально. Давайте теперь еще snapback попробуем что-нибудь подмешать, ради интереса. Как видите, snapback это про скорость, про удобство, и, конечно, же, про кастомную настройку, когда дело идет про добавление своих сэмплов в юзер категорию, в категорию пользователя, в папку пользователя. Я еще этим не занимался. Если вы это делали, пожалуйста, напишите о своем опыте в комментариях к этому видео. Обязательно в описании по ссылочке задонатьте на Вооруженные силы Украины. Для нас это очень важно. Я заранее вас благодарю за любую поддержку. А на этом все. Огромное спасибо компании CableGuys за прекрасный продукт и недорогой продукт. Огромное спасибо вам за внимание, друзья. И до новых миксов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok